На сегодняшнем заседании Комитета по социальной политике партия пенсионеров была самой активной. Фракция задала актуальные вопросы, касающиеся пожилого населения. Основные темы – рост числа коронавирусных больных и наполняемость коек в ковидном госпитале. Ведь пенсионеры там – главные пациенты. Для нас, как для той партии, которая в основном заботится о пожилых людях, это особенно важно. Потому что весь наш контингент – это сейчас заполненные ковидные госпитали. Мы, к сожалению, сегодня не получили исчерпывающего ответа на этот вопрос. Также партия предложила отправлять пенсионеров, которым не хватило мест в челябинских больницах, в другие регионы. Например, в Свердловскую и Курганскую область. Депутаты уверены, это самый оптимальный вариант. Ведь в Челябинске должное лечение могут получить не все. Статистика зараженных растет с каждым днем, а врачей попросту не хватает. Необходимо, наверное, тактику поменять и говорить о том, что уж лучше получить помощь в другом регионе, нежели оставаться здесь без медицинской помощи. Кроме всего прочего, депутаты предложили назначать на руководящие должности в рабочей группе по вопросам здравоохранения только людей с медицинским образованием. Ведь человек, не знающий медицины, не может оценивать ситуацию на 100%. По мнению Степана Фирстова, возглавить рабочую группу Законодательного собрания по здравоохранению также должен доктор. Он предложил кандидатуру Александра Журавлева, врача по профессии. Открытое обсуждение болевых точек в медицине региона и поиск совместного решения проблем отвечает интересам всех южноуральцев. Продолжение следует...